В Новом Завете 1 Коринфянам 10 глава 25 по 28 стих написано Все что продается на торгу ешьте без всякого исследования для спокойствия совести Ибо Господня земля и что наполняет ее Если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти То все предлагаемое вами ешьте без всякого исследования для спокойствия совести Но если кто скажет вам это идолы жертвенные То не ешьте ради того кто объявил вам и ради совести Ибо Господня земля и что наполняет ее Вот Игнатий Тихонович вопрос В наше время что есть идолы жертвенные И вообще о чем здесь говорит апостол Павел Это вопросы задают люди конечно знающие писание Что есть такое написанное Вот когда тут вели занятия в местной епархии Барнаульской Тогда еще был Антоний первый епископ Масендищ И оттуда люди наши ходили к ним туда А от них иногда приходили к нам И когда они приходили к нам они свои те занятия Епархиально называли кухонные посиделки Писание не знает совсем А это у нас на занятиях вот такие всегда задавали Потому что Библии были в руках при занятиях Что сказать здесь Если идол жертвенна Само надо узнать а что такое идол Ну оно же ему и предназначалось Также приносили жертву Клали мясо Воскуряли и проще Ну допустим у нас был такой один Пошел к кришнаитам Они там какие-то благовонные Такие приятные курения у них А куривают там свои плоды, ягоды И всех угощают Вот где-то они допустим так сделали И начнут продавать А ты не знаешь же Он торгует и все Ты просто всегда твори молитву И соверши крестное знамение На базаре бываешь И все исчезнет Это вредно быть на базаре Как вредно? Ну просто так ходить, шататься, узнавать Феофан Затворник говорит На лошадке когда едешь Я говорю Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Скорее-скорее проехать А то что ты там стоишь целый день Торгуешь и никакого вреда нету Это очень сомнительно Это уже надо быть Таким твердым и знать что и как Ну тогда как пишет Первом послании к Тимофею Четвертая глава Пятая стихе Павел Все освящается Словом Божьим и молитвой И бояться не надо Конечно не надо придумать Как у старообрядцев Вот голубь если То есть нельзя А почему? А Дух Святой В виде голубя Я говорю А барашка едите Почему? А он огнец Божий А почему свинину едите? Ну свинину это Бог Осветил А как осветил? А вот когда подавали ему Желочный крест Это свинина была Так откуда же вы узнали-то? Во-первых неизвестно А потом в Израиле Не держали свиней-то Что римские воины что ли Думаете свинарник Развели у себя в притории? Ну выдумка чистейшей воды Так что никогда не надо исследовать А люди это теперь применяют так Тут выступает один благочинный Новоалтайская Интересно фамилия говорящая Погиблов Отец Михаил Погиблов Вот был тогда граф Блудов Ну прямо Ну когда давали-то Фамилии Это же видели Какая-то вот Сын блудника идет Блудов так А он граф оказался И при том Самый верующий Вот тоже Опроверг свою фамилию Верующий такой Такие статьи писал Ну и вот здесь Тебя призвали Он говорит Ну призвали так сказать Позвали Вот он говорит Если вы захотите Так не ешьте Для спокойствия Совести вообще не ходите Под Новый год И положили тебе кусок мяса Не говорит там Какой большой Маленький Ну чтобы никого не соблазнять Ты его съешьте Рождественский пост Неделя до окончания И съешь Чтобы никого не соблазнять Но в первую очередь Ты соблазнил Своим пришествием Что тебе там делать-то А тут заработки У попов хорошие Потому что Зажиточные некоторые живут И ходят многие в храм Для Алтайский край Это для них Эльдорада И вот я отвечаю Тогда на этот вопрос Что отец Михаил Ты не надо было ходить-то А уж если пришел Ты там Сразу бери Бразды правления-то В свои руки Чего ж ты боишься-то Вот сейчас У нас был митрополит Но у меня слово Я подхожу Владыка благословите Я первый обед-то проглотил Там видно Как я подхожу И через стол Он благословляет И рукой Крестное знамение А тут же я гляжу Семинарист Локти на стол И ну как неверующий Они еще не знают Я сразу ему Просчитал Что Стыдись об локачивании На стол Этого делать нельзя Ты бесстыдный Он сразу раз И локти убрал Если я вижу Это не так Я скажу обязательно Если возможность есть Так что Не надо исследовать мясо Говорит Я на базаре был Ну пост идет Ну я взял пирожок А я не знал Что там идет С сардельками Ну что исследовать Когда видно Что это мясо Мясо при том Там же видно Что не яблоки лежат Но написано Не исследуйте Исследовать Это там неизримо Отлагается что-то Обкуривали там Демоны может быть Губами мазали его Пирожок этот Ну а тут Ясно Ну лукавят люди Умеют обходить закон Как и у евреев В субботу двигаться нельзя А по воде плыть можно Вода сама несет И они говорят Когда свадьба бывает А я Выпадает на такой день На субботу Так они говорят Один идет впереди И на колеса льет Льет из бутылки воду Это уже все Или если он куда-то едет То под задницу положил Грелку Я на воде Ну не придумаешь главное На колеса льют воду Это вот мы такие и есть Не надо никогда лукавить Ты наоборот ужесточай Если сказано Златоуст говорит Ты теперь Не только не пей А даже в воде себя ограничивай Вот это дело Как я ездил в Америку И меня каждый раз Когда возвращался В Синод В Нью-Йорке Спрашивали Ну как понравилось Я говорю нет Не понравилось Я говорю нисколько В Сакраменто был Там в Вашингтоне В Сан-Франциско Но они Видимо между собой Это рассуждали Дескать Что же сделать ему такое И меня отправили В монастырь отвезли В Жорданвильский монастырь Когда я вернулся А епископы сидят тут Ну и как понравилось Я говорю очень О Угодили Даже не думали угодить Я говорю еще Мы начнем молитвы Как они подвязаются Как работают Там я и ходил И печь И смотрел Мне это Дорого Я пищник Но они довольны Остались Я в монастыре Побыл И там выступление Было на тему Будущее русской Эмиграции Во свете Святой Библии Вот это Что-то расклеили Везде Я им привел данные Там до одного дня Все это высчитал Сильно понравилось Но это к делу Не относится Вот так Это всегда надо На память Говорит Тимофе Первое Четыре Пять Первое послание Четвертая Глава Пятая стих Потому что Освещается Словом Божием И молитвой Ну молитвы Понятно А Слово Божием Как? Ну вот Слово Божие Говорит Что можно есть Теперь все Всякое творение Божие Хорошо И ничто Не предосудительное Если принимается Благоговением Молитвой Вот это ответ На священное Писание Да Следующий вопрос Иеремия 31-22 Долго ли тебе Скитаться Отпавшая дочь Ибо Господь Сотворит на земле Нечто новое Жена спасет мужа Вот что здесь Имеется ввиду Кто такая Отпавшая дочь И как жена Может спасти мужа Ну это опять же Вопрос по Писанию И по Писанию Надо смотреть Что называется Вот Не только еврейки Это которые Матерями стали Сам город Иерусалим Называется матерью Как матерь Всех городов Киев у нас здесь был И даже всю страну Таким же образом Называется Блудила Такая Это называют По имени И душа наша Называется Девы обрученные Христу Вот Священник Когда Новокрестница Человек И он говорит Сосчитавался ли Христу О мужчине Говорит Ибо апостол Павел Во втором послании Коринфянам 11 глав Второй стих Пишет Ибо я Я ревную И вора И вора И вора Послала И призывала Ворога Сына Ты пойдешь Ну а в руки И все погибли И все погибли Женщине позволяется Учить Когда муж Ее сбился С пути Там Запился Неверующий Но только Чтобы она Знала Слово Божие Правильно Учила Точно По святой Библии По святым Отцам Но самое Это главное На что Мужчина Смотрит Чтобы ее Кроткая Была Жизнь В первом Послании Коринфянам 4.35 Говорит Если же Она Женщина Хотят Они Чему-то Научиться Пусть Спрашивают О том Дома У мужей Своих Ибо Неприлично Жене Говорить В церкви А сегодня Не считает Это Даже Первая Тимопея 2.12 А учить Жене Не позволяя Не властвовать Над мужем Но быть Безмолви Все Вот это Исполни Женщина И она Уже Будет Другая Откровение 2.20 Но имея Немного Против тебя Потому что Ты Попускаешь Жене Изавеле Называющей Себя Пророчицей Учить И вводить Заблуждение Рабов Моих Любодействовать И есть Идоложертвенное Вот такие У них были Пророчицей Тоже И в первом Коринфянам 7.15 17 стихи Если же неверующий Хочет развестись Пусть Разводится Брат или сестра В таких случаях Не связаны К миру Призвал нас Господь Почему Ты знаешь Жена Не спасешь Ли мужа Или ты муж Почему знаешь Не спасешь Ли жены Только Каждый Поступает Так Как Бог Ему Определил И каждый Как говорит Господь Призвал Так Я повелеваю По всем Сорквам Ну Такой Непутевый Тому Что он Как По порядку Говорит Так он потерял Кафедру Теперь У меня как-то Вышли Из занятий Идем по улице Такой мужчина Высокий Рядом идет Как я вам Благодарен Вот я сегодня Только поверил Внутреннее чувство Благодарности У меня Да слава тебе Господи Поверил Он даже Помолчал Говорит Я поверил Теперь Что я Не верующий Это я думаю Научил я его То есть Какая у него Вера была На занятиях Он потерял Эту веру Полностью Он понял Что ничего И нету Все это Через какое Плечо Подавать Вкрутую Или в смятку Варить яйца И он Я понял Что я не верующий Уверовал Это Вот так Почему Павел Говорит Откуда ты знаешь Жена Не спасешь ли Мужик Нам не положено Знать это Чтобы мы Не отчаивались Ну вот Такой вот Ответ даю Следующий вопрос Что нибудь Известно Из священного Писания Постился Ли Апостол Павел Ну и Писание Легко ответить Потому что Я постился Очень много Особенно Втором послании Коринфянам Неоднократно Это говорит 6-5 Под ударами В темницах Вы знания В трудах В бдениях В постах Постился 11-27 В труде И в изнурении Часто в бдении В голоде И жажде Часто в посте На стуже И в ноготе Ну вот Пожалуйста Что он постился Часто в посте Часто Вот такой ответ Согласно Слову Божию И ничего По-другому Нельзя сказать Часто в бдении Да Часто в бдении Бдение Это значит Не спать Да Не спать Да Я раньше Как-то это Переносил Все А сейчас Нет Глаза Зажмуряются Сердце Стучит Реже И сон Такой сон Приятный Вы же все равно Мне надо Обязательно Посидеть Минут 20 Закрыть глаза И я заснул Сразу Прямо Прямо Сейчас же Здесь вот Упаду Сейчас Я уснул Я напечатаю И бывало Уснул Позапрошлым Годом Я два раза Упал на клавиатуру Нос разбил Ободрал Ну ничего Не сделаешь Вот Еще пять дней Осталось До 80-летия Да В Евангелии от Иоанна 6.63 Написано Дух животворит Плод не пользует Немало Слова Которые Говорю вам Я вам говорю Суть дух И жизнь Как вот Понять эти слова Ну надо тут Всегда помнить Я говорил Как четыре Вопроса Задавать Кто сказал Когда сказал Кому сказал С какой целью сказал Главная цель Какое Слово Божие Сделать Чтобы понятным Живым И на каждый момент Жизни Чтобы оно Касалось тебя И было применимо Во всех обстоятельствах Ситуациях Ты не просто так Знал Знал А не знал Когда ставить Где Потому что Оно называется Источником Жизни Светильником Ну и должно Все это сработать В втором послании Петра 1.19 Написано И при том Духа и плоть Это не всегда И сопадают Вот Галата Мы читаем 5.17 Его плоть Желает Противного Духу А дух Противного Плоти Они друг другу Противятся Так что Вы не то делайте Что хотели бы Так Итак Что Требуется Духовного Рост Очень часто Это Содействует Телесному Преуспеянию Как Павел Говорит Второй Коринфян 3.6 Он дал нам Способность Быть служителями Нового Завета Не буквы Но Духа Потому что Букву убивает А Дух Животворит Вот за это Все хватается Букву убивает А сами Писание Это не знает Что Букву Это убивало Ты ее должен знать И претворить ее В духовном плане На пользу Или Матфея 6.33 Ищите же Прежде Царствие Божие И правда Его И это Все приложится Всем А все Читайте Все остальное Приложится И машина Тебе Да нет Это все Это О чем Речь шла Перейдя О питании И об одежде Больше Ни о чем И это все А не все остальное Притом И это все остальное Это Плодопатриархов Все говорят Истектанты Баптисты Вот когда Считают Они там Первое Коринфян 8 В общем Пища Нас не приближает И не отдаляет Я говорю Где вы это Нашли Ну вот А там написано Пища Нас не приближает Дальше нету Он спрашивает У меня так А как же братья Так проповедуют Она отдаляет Через пищу И прародители Вывалились Из рая Из-за ропота Из-за пищи Не вошли В обетованную землю И через пищу Не продать Не купить Будет дьявол Скручивать Рога Вот Который говорит Христос Он не только К священникам Так говорит А ко всем И человек Ощущается Просвещается Ну если упал То поднимется Через это слово Яна 15.3 Вы уже Очищены Через слово Которое Пропровел вам Так Клочки Ребрихинского района Село Клочки Называется Алтайский край И за то Что эта женщина Знакома с нами Ну она нигде Ничего не говорила Там ничего Она приехала На родину В эту Клочки Купили дом И в храм ходить Он ее не пускает Чернодаров Игорь Потом он вроде Спиридоном стал Крайне невежественный Как передавали о нем Совершенно никакой И поставил задачу Не пускать ее Чтобы она вроде Нас Отвергла Там или Прокляла Или что Она говорит Да я на занятиях У Игнатия Тихонова Еще в университете Уверовала Я ничего не знала Как я пришла Это все удивительно Было Но Ему это Как говорят Не по барабану И вот От нас уже Из Потеряевки Он ехал Архиерей Со священниками И заехал В этот храм И поспросил Где она стоит Зимой Она говорит Вот здесь А где летом Вот И такого Я не ожидал Что он заедет Это тоже В его пользу Главное Вот Как так Он ее выгнал Как он Да Жолнирова Нина Александровна Она Как Как он Такую смелость Такую набрал Чтобы выгнать Обычно же они Не смелые А тут Смелость Нет Нет Ярый Просто ярый Мы там ходили Приезжали на 8 машинах По Все Раздали там Сколько Ну там Около 1000 Допустим Человек в селе Я не знаю И Ни у кого нету Евангелия Ничего Воскресные даже дни В храме 6-7 человек Он разогнал всех Он Поп-то совсем какой И Натравливает ее И она говорит Я же ничего не делаю Нет Она стояла в приходе Это В притворе Он оттуда ее вытурил Что не заходи сюда Это Редчайший случай Потому что везде Проходной двор И она уже Обращалась И К тому Кому К какому Епископу Относится Понич Всеволод С Украины И он ее Даже не выслушал Как следует И Ну дескать И правильно Туда тебе дорога Это И у нас ролик стоит Она рассказывает Подлинный лик Московской патриархии Сберонравные И она Я говорю Ты стоишь Что-то Господь Хочет сказать Она год Простояла Сказала Даже митрополиту Вот этому И тоже Никакой Реакции не было Второй год Третий Четыре года Стоит На морозе На дожде И стоит Храм Пойти Помолиться И все Была женщина Одна Которая Против нее Там Натраивала И она Тоже Он ее Выгнал И теперь Она с Ниной Вместе Вот так Она не стоит А за нее Как бы Это Мы говорим Адрес Все Ребритинский район Село Клочки Чернодаров Ну теперь Он отец Не Игорь А Сверидон Что тут Алтайский край Бешеные попы Бог не верит Неверующие Абсолютно Это вот Куда вы приезжали Тогда Есть ролик Такой Где Их вышло Человека Три-четыре Они Против Сказали Уезжайте Уезжайте Вам говорят Да Нет Это другое Это там Куда Карабейников Карабейники Куда Крестные ходы Каждый год Идут Икону Одну Оживотворили Там Осветили И она Где-то Была Там На складе Ну Как это Все Прославили А это Нет Здесь Другое Мы приезжали На восьми Наромашинах Самое Человек 48 приехала Мы охватили Все село И Уже договорились Здесь встречаться Все перед нами Закрыли И тогда Там была у нас Одна Тамара Вот Которая Валентина Сортисон В Америке В Германии Тут она В Щате Участвует А это Ее родная Сестра И они Вместе Приезжали Крещение Приняли Интересно Был дождик Только они Приготовились В воду Сходить Солнце Как будто Кто разрезал Облака И облака Как на одном месте Стоят И в это Отверстие Солнечные лучи Идут Такое чудо Было Прямо Невероятное И дождь Видно Идет Везде Вокруг А тут Такая Тишина И они Приняли Крещение Все Опять Окно Закрылось И Вот так Вот было И Тамара А у ней Муж Ну что Ну Не нашего Круга А расположены Очень И он Работает В спортзале Там Как физруком Физруком В этой В школе И вот Когда у нас Для слова Божия нет Уз Книга Теперь у тебя Там она есть А в самом Конце Написано Сочнем Россию Из клочков О нашем Пребывании Там И он Там был Этот Тепляков Сергей Он Председатель Или Секретарь Журналистов Алтайского Края Был И вот Эта Статья У вас Есть Как раз Там И как Эта Женщина Зашла И стала Выгонять Уже Из зала А она Никакого отношения Нет Ну Говорят Наверное Физруку Дадут По шапке По его Вот А которые Направлялись Против Там Кричали То они Прям Почему-то Все Примерли Никого Нет Как будто Кто-то Их Отравил От злобы Лопнули Это Вот То Что С нами Было А в Это Время Когда Зашли Зашла Она Там А в Это Время Мы Засчитывали Газету Известия Там При Народе Там Была Напечатана Речь Патриарха Кирилла Хорошая Речь Что Думали Открыто Свободу Дали Храмы Полные А теперь Никого Нету Надо Менять Тактику Выходить На распутье Дорог И проповедовать О Заговорили Как Откуда Это Вы узнали На распутье Дорог И вот Это Все Считали А в Это Время Выгонять Начали Не могли Выгнать Побежали В ОМОН Звонить ОМОН Говорит Ну Кто Они Такие Ну С Города Понаяхали А Что Они Делают Ну Сидят Поют Считают Библию А мы При чем Ну Что Выгнали Ну За что Какую-то Статью Нам Надо И так И никто Не Приехал Это Православных Так Натравливают А там Звонили Они Вот Так А в этой Которой Говорите Там Несколько Человек Там Говорили Игнатих Игнатих Хуадей Который Говорил Священник Ухай Роман Его Поставили Епископом После этого Епископом И притом У него Хорошие отношения Были Но он Нас Увидел Как будто Мы Конкуренты А мы Все село Это Обошли На Тысячу Допустим Человек У них Тоже Шесть Семь Человек Там Приходят В храм Все А Во всем В селе Нашли Только Два Евангелия Два Одна бабка Вытащила Да у меня Большая Библия Есть Посмотрели Это Соник Сны Разгадывать Как Мы Говорим Евангелие Даем Евангелие О А я Думала Это Где записывать Каких наших Поминальник Не надо Что надо Нам Отец Роман Скажет Не взяла Евангелие Вот Его Очищены Спрашивают А почему Бабтицы Себя Лучше Ведут Так Больше Знают Потому Что Вы Евангелие Отяна 15 3 Очищены Через Слово Которое Я Проповедал А Трусских Людей Намертво Спрятали 9 столетий И вообще Не переводили Каждый раз Думаешь Сколько Людей Ушло Которые Считались Верующими А к сердцам Пастор Архипастор Запрудили Доступ Живительной Влаги И вода Мимо Прошла И когда Издали Библию 1876 Года И там Тираж Какой-то Был И сегтанты Сразу У православных Перекупили Дали Деньги А зачем Она лежать Будет Евангелие От Яна Считаем 7 глава 37 39 стихи В последний Великий День Праздника Стоял Иисус И возгласил Говоря Кто жаждет Иди Ко мне И пей Кто верует В меня У того Как сказано Писание Из черева Потекут Реки Воды Живой Это Сказала На духе Которого Они имели Принять Верующие В него Ибо еще Не было На них Духа Святого Потому что Иисус Еще не был Прославлен А Дух Святой Это дар А дары Даются Друзьям А люди Были во Вражде И когда Примирились Через жертву Христа Теперь Только Когда Иисус Прославился С страданиями В это время Пришел Дух Святой Вот как Златоус Объясняет Ну и все Подменили Помазанием Прикрещением Дух Святой Тут есть Нет Лишь Бо Маза Ну и Как У Мотовилов Остается Посещение Монстырей Это Друг Серафима Саровского Свящий Поиск Предсказателей Все Православной Жизни Можно Прочитать Номер 52 2002 Вот Такой Даю Ответ Вот Раньше Я читаю Евангелие И вообще Весь Новый Завет Видно Было Что Апостолы Ну и Вообще Верующие Определяли У кого Есть Святой Дух У кого Нет То есть Они Оп Сошел Святой Дух Они Знают Сошел А сейчас Почему Такого Нет Почему Сейчас Если Скажешь Что Ты Сошел На Святой Дух Тебя Сразу Скажешь Ты В Зачем Не надо Поп Гордость Прелесть А как раз У них Гордость И прелесть В городе Кричат Держи вора Как раз Воры Кричат Больше Так и эти Гордость И прелесть Я сказал Меня Господь Избрал От детства Это такая Гордость Ну а кому Он пишет Избранным Святым Павел Пишет Коринфянам А там Говорит Дальше У вас Такое Блудодеяние Которого Мирских Не слышно Ради Избранных Сократятся Немного Званых Мало Избранных Так мы Избранные Или Званые То есть Ничего Не знают Упорные И злобные У меня Стихотворение Есть Такое Когда Старухи Костылями Бьют По спине И выгоняют Кто спрашивает Что-то Вот так Ну почему Вот утеряно Вот это Знание Они же Апостол Определяли Святой Дух Сошел на человека Или не сошел А тут Никак это Не определяется Почему это Сейчас Ну а Как определяется Определяется Человек изменился Главное Перерождение И видно Что он Совершенно Другой А Видимо Языки Как пишет Ирине Леонских Уже в третьем веке Их не было Все То есть Господь вывел На арену людей И Дар этот Так проявляться Уже не стал Нигде Этого нет Но было Так редко Где-то Вот Ефрем Сирин Пришел Много слышал О Василии Велик Он вот Сирин Сирианин А тот грех И он Забился Там в уголке И молится Стоит Господи Дай мне поговорить С ним Вот не понимаю Стою И все А Василию Великую Бог открыл Он послал служку И говорит Там в углу В потемках Стоит Маленький человек Призови его сюда Когда призвал Призвал Говорит Что тебе надо Здесь Чтобы мне понимать Речь твою А ты ее понимаешь Я с тобой и говорю Ты говорит По-гречески Он говорит Я не заметил даже Вот так Открыто Было Видеть Где Вот у меня бывает Иногда Было Иногда Жена Что-то там Это По-своему А моя мама Мария Егоровна Она скажет Ой Надя Надя А если бы Игнатий Это не уверовал Что бы сейчас было Вот Что бы было За волосы Кчурки Ну вот Апостол Петр же Обредлял Вот допустим Корнилию Когда Сошел на них Святой Дух Потом Когда С Евнухом Тоже сошел Святой Дух Это Как они узнавали Что он сошел На других языках Заговорили Дух Святой Говорение В языках давал И притом Языки иногда Были Не только те Которые Люди могли перевести Ангельский язык Но Перевод Давался Опять же Через такой же дар А из толкования Я среди Пятидесятников Обратился И я это Очень хорошо знаю Как они говорят Сегодня Подражание Это беснование Ничего нет Тут интересно Как Этот Олег Стеняев Когда служил Здесь Он рассказывает Ну и как-то попал На собрание Там Пятидесятники Ну и он говорит Да я тоже скажу И давай считать Заупокойную молитву На еврейском языке Как они толковать Или начали толковать Это он говорит О том Как у нас Хорошо Тут правильно Он говорит Да это молитва Заученная мной Еврейская Нет Они его уже Даже не слушают Он говорит Еврейская Молитва Нет Это ангельский язык Ну вот так Дети малые Я А теперь уже Меня расшевелили Отдыхать неохота Давай считай Отдыхать неохота